Я буду пока забирать короля Пентакли, чтобы он нас не мешал. Я его просто убрала из вашего поля зрения, но оставила его на предсказательном столе. Сейчас будем мы по косточкам разбирать короля Чаш. Это ваш первый мужчина, которого вы загадали. Мы посмотрим все буквально о нем. Разложим, как говорится, его по косточкам. Здесь перед вами все карты выложены. Я буду выбирать интуитивно. Вот. Все готово. Так, какой же у него характер? Его характеристика самая главная. Я в этих рамках буду только прямые смотреть. Строитель. Он строитель себя. Он работник, который без устали делает что-то. Он будет, конечно, строить ваши отношения. Потому что расклад об отношениях – это первое, что я здесь вижу. Он будет стремиться к тому, чтобы работало все между вами. Все сферы вашей жизни. А семейная жизнь включает в себя много. Это и то, что происходит на кухне, и то, что происходит в ванной, и в спальне, и в гостиной, и везде буквально. И в вашем садике. Это буквально все сферы жизни. И в детской. Так что он будет над всем этим работать. И у него будет все получаться. Он вот как монах, который подрядился. Этот человек способен прощать ваши ошибки и свои. Он способен оставить прошлое в прошлом и продолжать строить отношения. У него терпеливый характер. Терпеливый характер. Мысли его очень позитивные. По карте маг он очень позитивно мыслит. И всегда со знаком плюс. Он чувствует себя магом. Он знает, что он все может. Все может. За что он не берется, действительно получается. У него все получается. Тоже природа его наделила недюжинным умом. Карта маг говорит о том, что у него сильный ум и очень хорошие руки. Он многое может. Здесь все масти представлены. То есть он может и деньги зарабатывать, он может и в постели быть героем. Он может и защитить, если нужно, в трудную минуту. И он может возобновить с вами отношения и перевести их даже на новый уровень. Он многое может, этот человек. Можно положиться на него, можно надеяться, что он будет настоящей опорой, настоящим мужчиной. Видите, какие карты хорошие вышли. Что у него на сердце, мы посмотрим. Смотрите, что у него на сердце. Я сказала уже, что я только прямые смотрю сегодня. И у него на сердце, конечно же, мечта. Это построить с вами семью. Он надеется построить с вами семью. Он надеется на мирный, счастливый дом, где не будет скандала, в ругании. Где будет взаимопонимание. Где будет постоянная любовь. Он на это надеется и будет все делать для того, чтобы это случилось. Знаете, он как вот нарисовал себе эту картинку. И по закону притяжения, такой есть, да? The law of attraction. Закон изобилия притяжения. Он вот уверен, что это все получится. Радуга, конечно, представляет его легкий характер, что он после ссоры готовь всегда идти на примирение. И он всегда видит все из позитивного ключа. Тоже хотел бы с вами иметь детей, скорее всего. Вот такая хорошая карта. Дальше я еще одну возьму. Смотрите. Королева Пентакли. Вы для него королева Пентакли. То есть он видит вашу ценность. Он видит ваши качества. Просто смотрю, хорошо ли видно. Могу ли я еще одну карту добавить в экран. Ваши качества очень позитивные. Он видит ваши качества как прекрасные женщины. Прежде всего, потому что королева. Ну и королева чего? Пентакли. То есть женщину экономную, врачительную. Которая умеет бюджет сделать. Мудрая. Королева настоящая. Благородная. И он очень вас ценит. Он считает вас идеалом. Со всех сторон идеалом. Женщина, которая может многого добиться в жизни. И была бы для него идеальная жена. Вот смотрите, какие карты. По этому раскладу можно сказать, что он видит вас как для себя идеальную жену. Я просто очень счастлива это видеть. Карта королевы Пентакли тоже является прекрасной характеристикой, дополняющей короля чаш. Это тоже пара. Это тоже пара из двух половинок. Вот как прежде мы говорили. Помните там, где был король Пентакли и королева Жеслава. А вот здесь тоже идеальная пара, где он дает любовь, а вы цените то, что он дает. Да, я уже так говорю, опираясь на масти-карт. Король чаш, это тот, который любит. Горячий мужчина, который умеет любить. Мама научила любить в детстве. Вот спасибо ей за это. Может, мама и противна, и вы ее не очень любите. Но до трех лет она сделала все правильно. Она научила его любить. Она его, видимо, любила. Может, и сейчас любит, поэтому такая противная. В некоторых парах я просто как бы в потоке, поэтому говорю то, что чувствую. Он умеет любить. Вообще король чаш это всегда человек любвеобильный. Чаша, любовь, конечно, который может быть хорош в сексе и хорош в теплых отношениях. В теплых отношениях он способен сказать добрые слова. Если даже он пока еще их не говорит, он их скажет. Потому что здесь, видите, буря, и корабль так просто по буре идет весь. Потому что символы на картах имеют огромное значение, если кто не знает. Читать то, чего на карте нет, это безумие полное. Это абсурд и безумие. Но я как учитель по Таро вам говорю, да? Какая бы ни была буря, даже на классическом Таро есть это, особенно у королевы чаш там буквально идет буря. А на фундаменте, твердом каменном фундаменте, стоит трон любви. Что невзирая на лица, невзирая на склоки, может быть, какую-то зависть, даже может какие-то магические действия дикие, которые люди могут делать, знаете, вот, завистники, он не обращает на это внимание все. Он знает, чего он хочет. И самое главное, что он хочет того, что он видит в вас. Потому что он ценит вас, как человека, полного человека, с вашими плюсами, с вашими минусами. Вы думаете, что там минус, но это то, что он любит вас. Он вас все любит. Принимает вас, какая вы есть, ценит ваши достоинства и не хотел бы для себя ничего другого. И с кем он будет строить отношения по восьмерке Пентакли? Он будет строить отношения с королевой Пентакли, то есть с вами. И это цель его жизни, это смысл его жизни. И он способен это сделать по карте маг. Он способен, он обладает этой бесконечной энергией, этой силой, этой верой, верой по розам здесь, обладает всем необходимым, чтобы ваши отношения перешли на новый уровень. По десятке чаш они стали счастливыми семейными. Вот к этому он стремится. То есть это человек, который вас любит, и вы для него идеал. Вы для него его идеал. Очень хорошие карты. Итак, я буду смотреть дальше. И здесь я вижу, что да, действительно есть то, чего вы опасаетесь по девятке жезлов, но это все-таки девятка жезлов. Это, знаете, опасения в основном у людей, когда они в голове. Здесь вы боитесь чего? Того, чего в принципе в природе не существует. Это, скорее всего, внутренние страхи какие-то, потому что жезл – это очень хорошая карта. Но девятка говорит, что иногда вы забываете, что хорошо, и находитесь в отчаянии касательно какой-то мелочи, совершенно ненужной вам, и выходите из позиции своей силы. Посмотрите, на этой карте человек одет довольно дорого, и у него есть много силы, наверное, много чего есть в жизни, а все-таки вы как бы оставили позади свои плюсы. Когда, может быть, есть какое-то недопонимание, нужно все равно видеть оптимистично, что много очень положительного здесь. И не забывать, что это человек, который дан вам по судьбе, с ним может быть счастье, с ним может быть радость, полное взаимопонимание, полная любовь, и все, что нужно сделать, это научиться вот этой лечебной карте последней девятки жезлов, научиться, то есть вернуть себя на место силы, там, где все восемь жезлов стоят. А как это сделать? Очень просто. Эта карта может стать лечебной. У меня есть метод, называется он эзотерическая гомеопатия, наторо или норман, где я могу сделать ритуал, вот даже из любого расклада, который вот здесь был диагностический, он показал замечательную диагностику, но вы здесь выходите, входите в эту карту, выводите из себя двойника, и вот эта фигура, в нее входит ваш двойник, он становится живым, он возвращается вот сюда, возвращает, во-первых, жезл на место, где ему положено быть, чтобы собрать себя воедино, собрать себя, в руки взять себя, возьмите себя в руки, то есть верните девятый жезл в этот ряд ваших плюсов, ваших, ваших хороших качеств, ваших отношениях, и владейте по праву всеми девятью жезлами, возьмите их себе, и это будет такое эзотерическое лекарство для вас, потому что эти отношения, они имеют огромный потенциал, они могут быть с самыми счастливыми, лишь только нужно принять лечение этой карты, увидеть здесь столько положительного, и столько того, что может вам помочь, знать, что нужно строить отношения, а строить иногда нелегко, иногда нужно надевать вот такой монашеский наряд, то есть становиться таким, знаете, humble, имеется в виду, просто работать типа на отношениях, но в радость себе, конечно, в радость, и, конечно же, будет любовь, счастье на долгие годы вперед, здесь просто нечего добавить, потому что вышли такие хорошие карты, теперь я буду их собирать, и будем рассматривать другого короля, я просто этого короля отложу, он нам больше не понадобится, эти же карты я буду вкладывать назад в колоду, колоду я буду готовить, будем призывать короля Пентакли здесь побыть с нами, это у меня всегда вызов мужчины, потому что через карты мы всегда видим то, чего может быть не видно в жизни, сейчас я буду карты готовить, и приглашаю вас просто побыть, вы не должны думать напрягаться, нужно это всегда воспринимать больше как то, что вселенная многовариантна, мы заглядываем в хроники Акаши и смотрим, какой вариант возможен, и выбираем, конечно же, лучший, и спрашиваем у карт, как делать так, чтобы было вот так, как мне хочется, чтобы я была счастлива, и вселенная слышит, это называется моделирование судьбы через карты, это очень позитивная практика, это то, чем я занимаюсь на самом деле, я пока не задавала вопросов, поэтому я не смотрю, то, что перевернулось пока, да, у меня сегодня другой совсем, просто сижу немножко неудобно, поэтому не так переворачивается, другой у меня сегодня формат, я карты выкладываю и в первый раз все, и беру спонтанно, опираясь на то, как моя энергетика руки ведет меня, чтобы посмотреть на короля Пентакли, дорогие, которого вы загадали, что у него на сердце, что на уме, что он за человек, как он к вам относится, какая перспектива и так далее. Ну что ж, начинаем, карты выкладываем, выкладываем все, вот так, чтобы не можно было спонтанно, по интуиции все выбирать, и начинаем работать, начинаем работать над вторым королем, начинаем работать, ну что ж, поехали, первая карта для короля Пентакли, посмотрите, это карта звезда, но с ним будет исполняться ваша мечта, конечно, карта звезда одна из сильнейших, конечно, но как все старшие арканы, очень сильная, по-своему сильная, и она говорит, что эти отношения с ним сделают из вас суперчеловека, потому что он вам даст то, что никогда другой мужчина не мог вам дать, с ним вы познаете какие-то совершенные, какое-то совершенное блаженство, какие-то особенные переживания у вас будут с ним, и вы сможете напитать какие-то части своей души, которые до сих пор оставались без вашего внимания, этот человек вам откроет в вас саму себя, для себя, и покажет вам, как можно иметь абсолютно по-другому жизнь более качественную, другую совершенно жизнь, более качественную жизнь, он откроет вам новые стороны жизни, и, во-первых, он вас как звезду заметил, вашей яркой красотой, для него вы яркая красота, во-вторых, он никогда не потеряет к вам сексуальное влечение, потому что 8, восьмиконечная звезда, это на самом деле знак бесконечности, это два четырехугольника, которые перекручены так, и они имеют такой секрет вечного движения, и действительно, что связь с этим человеком, она способна пробудить у вас женщину, когда именно общение с ним и связь с ним, сексуальная, физическая связь, разговоры, даже прикосновения, ну все что угодно, будет каждый раз отзываться по-новому, у вас, и питать вас, давать вам какую-то живительную энергию, этот мужчина, он может вам давать живительную энергию, то, что необходимо вам для жизни, одно колено у вас, левое колено у вас на земле, то есть он даст вам твердый фундамент, даст вам твердый фундамент, с другой стороны, правая нога у вас стоит на воде, а вот, как знаете, Христос ходил по воде, да, и здесь вы, смотрите, нога не тонет в воде, да, это символизм очень глубокий, что вы не утонете в этих чувствах, а наоборот, вы возвыситесь, чувства к нему вас могут возвысить, ну, вообще-то это замечательно совершенно, то есть звезда, эта карта, конечно, говорит прежде всего, что вы его встретили по судьбе, туз жезлов, ну, это, конечно же, потенциал мужской, потенция, это возможность с ним иметь будущее, это начинание отношений, которое приведет к счастью, ведь агора едет к достижению, и это благословение свыше, благословение высших сил, просто как подарок с неба, вы для него как подарок, которую звезду он как бы снял с неба для себя, вас, и он для вас подарок свыше, и это настоящие, конечно, паровые, да, ваши отношения будут обновляться, вот, потузу жезлов обновляться, и свидание, если спрашиваете, будет ли, конечно, потузу жезлов будет свидание, которое принесет новый виток в ваших отношениях. Здесь может быть и начало семьи, начало жить вместе, и начало общения. Если вы даже не знаете еще такого короля Пентакли, а только смотрите, возможно ли для вас новые отношения. Конечно, возможно, потому что эти отношения могут быть просто судьбоносными. По этим двум картам просто судьбоносными. Поправить ваш статус тоже могут, потому что звезда – это то, что поправляет наш статус, конечно. Появляется звездность, а значит удачливость. Удачливость появляется. И жезл – это энергия жизненная. Общение с этим мужчиной даст вам энергию во всех планах. Это дважды подтверждает то, что я хотела сказать. Потому что здесь питает вас полностью. Полностью питает вас так, что вы можете возвыситься и занять достойное место у этих кончиков звезды. Как вы видите, здесь вот этих белых звездочек – семь. И вы – восьмая. Это окончание звезды вечного движения. То есть вы – человек с особенным даром любить. И каждая женщина обладает особенным даром любить. И каждый мужчина. И только если встречаются люди подобные, это не всегда только одна половинка такая, на 7 миллиардов людей. Нет, может быть много вариантов. Но вам повезло, что вы встретили именно тот вариант мужчины, который может сделать из вас звезду. И тот вариант мужчины, который может сделать вашу жизнь счастливой. И обновить вашу энергию, обновить качество вашей жизни. Это очень хорошая карта. Еще я беру. И здесь вышла двойка жезлов. Тоже жезлы. Хорошо очень. Ну и как вы знаете, двойка жезлов – это очень удачная карта. Она говорит, что перспектива замечательная. Ведь здесь есть открытие. Видите, открытие. И вы стоите просто у открытой двери вашей новой жизни с ним. Земной шар может говорить о путешествии. Может говорить о человеке из-за границы или чужестранца. Или вы, например, человек из-за границы для него. А говорит о том, что где вы сейчас – это место вашей силы. С двух сторон жезла. А жезл – это признак силы. И перспектива в развитии отношений абсолютная. Абсолютная перспектива в том, чтобы вы стали парой. Или продолжали быть парой, если вы поссорились. Нет никаких абсолютно препятствий, чтобы вы продолжали быть парой. Если вы такого человека еще не знаете, Вселенная показывает вам возможность. Покажите себя миру. Ищите, ищите. Особенно по двойке. Жезлов – это поиск. Поиск новых отношений вы обязательно найдете. Мне нужно смотреть, хорошо ли вам видно все. Посмотрим дальше. Еще одну карту берем. Смотрите, тоже вышли жезлы. Это семерка жезлов. Конечно, все жезлы – очень хорошая карта. И это нетерпение. Может быть, это его нетерпение. Может быть, это ваше нетерпение. Может быть, это его или ваша неуверенность в том, что хватает вашей красоты, или ума у него, или денег, чего угодно, любого ресурса. Потому что жезл – это всегда ресурс. Что у вас хватает ресурса для того, чтобы быть счастливой с ним. Я бы сказала, ресурса не просто хватает, а его больше, чем достаточно. На этой карте человек в латах. То есть, есть защита вселенной. И никакой сглаз, никакая порча не может вас разлить водой. Ничего не может помешать вашему счастью. Есть защита. Одна из самых сильных защит – это любовь. Любовь – это красный шлейф. И сами латы – это признак архангела Михаила. То есть, защита железная. Враг не пройдет. Никто не может помешать вашему счастью. Хотя здесь есть внутренняя неуверенность, или у вас, или у него, что все-таки обстоятельства выше вас. Может, он вам говорил, или вы ему говорили, что обстоятельства выше вас. И это, конечно, одно дело, что вы или он говорили об этом. Но другое дело, что я вижу на карте. И я вижу, что любые обстоятельства ниже вас. Здесь шесть обстоятельств, и они все ниже вас. А вы находитесь в выигрышном положении, как пара. Этот человек – это ваша пара. Это вы, как одно целое. И две руки – это вы и он. И вы держите крепко жезл. А это вот этот жезл в тузе. Туз жезлов, да. Здесь тоже вы оба. И между вами сила. Земной шар представляет собой бесконечные возможности. А здесь вы уже вот этот свой жезл держите вместе и отбиваетесь от врагов. Врагами могут быть кто угодно. Могут быть родственники. Может быть, заем в банке. Может быть, это треугольник. Такое бывает. Это другие отношения в прошлом, о которых вы, может, ревнуете. Или, может быть, любые препятствия. Все эти шесть жезлов вы можете назвать их своими именами. То есть именами ваших личных препятствий. И таким образом, опять же, эта карта станет эзотерической, гомеопатической таблеткой, которая спасет вас от этих препятствий. Когда вы возьмете голографические, себя и его здесь в середину вставите. И посмотрите сверху на все эти препятствия. Скажите, да они ломаного гроша, не стоят эти препятствия. Все эти шесть вот никчемных препятствий, которые ниже вас намного. И для вас не страшные совсем. Отбиться от них ничего не стоит. Потому что вам сверху видно, у вас есть, как я уже неоднажды говорила, upper hand. Upper hand – это рука сверху. То есть вы победитель. Я здесь не вижу того, что препятствия сильнее вас. Наоборот, в этой карте я вижу, что всякий obstacle или каждое препятствие ниже вас. И вы сможете с легкостью победить все и добиться удачи для себя. Исполнение всех желаний для вашей пары. Ну вот сегодня такое замечательное предсказание. Я вижу, что и в первом, и во втором варианте оба эти короля, они люди для вас ценные. И с ними, возможно, любовь и, возможно, прекрасные отношения. Я здесь заканчиваю, дорогие. Благодарю вас, что вы пришли. Пожалуйста, ставьте лайки и делитесь моими видео с друзьями. Потому что у меня нет в Facebook и ВК. Это будет здорово с вашей стороны. Чтобы другие могли видеть, как карты могут помочь жить счастливо. А также можно сделать донат, если у вас есть желание зайти на мой сайт. Там есть уроки по Таро, кстати, классные. Можно приобрести чистки. Можно приобрести или можно найти чистки в свободном доступе, но с монетизацией. Если вы сделаете донат, доллар или два, там вас ждет подарок у меня на сайте. Я очень благодарна, что вы пришли ко мне сюда, в Ванкувер-студию. Мне очень приятно, что вы позволили мне прийти к вам так вот ненавязчиво поговорить о любви. Мне это очень приятно. И я с нетерпением Всем жду наших новых встреч. Всем добра, любви и счастья.